Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Досбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом. «Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране, и тени смертной высиял свет». С того временем Иисус начал проповедовать и говорить, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Господь принял эстафету от Иоанна Предтечи. И когда он был взят в Предтечи под стражу, он продолжил его дело, начал также с проповеди покаяния, говоря теми же словами, как и говорил он, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». А то, что евангелист Матфей говорит, «Да прежде того, это просто он приводит в доказательство того, что он о том, что происходит в этой Приморской части, в Заярдании, это то, о чем говорили и пророки. «Люди, сидящие во тьме, увидели великий свет». И второе Евангелие, которое мы сегодня читали, читали мы того, что одно воскресное, а второе относится к неделе по крещению. Это вот это. А другое Евангелие от Луки, которое повествует о том, когда Господь подходил к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыню, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, что Иисус на заре идет. Он тоже был во тьме. Но в тьме другой. Он был слеп, поэтому мог ориентироваться только по звуку. И вот так оказалось, и вообще очень часто так бывает, считает, что человек слепой гораздо в духовном плане видит больше, чем человек зрячий. Потому что, так говорят, что 80% всей информации человек получает через зрение. Поэтому, когда он лишен зрения, то меньшее количество вещей человека отвлекает от самого главного видения. А смысл жизни человека заключается в том, чтобы увидеть Бога. И вот, когда Господь стал вести свою проповедь, ну, в том же месте, что Иоанн предтечил, потом он расширил свою деятельность, естественно. И с проповедью уже пошли его первые ученики. Сначала 12, потом 70. Те зрячие, которым они проповедовали, они совершенно не все откликались на этот призыв. А вот этот слепой, он являет подлинное чудо. Когда ему сказали, что Иисус на заре идет, он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Ему сказали, что идет Иисус на заре. Он закричал, Иисус, сын Давидов. Сын Давидов – это одно из именований Мессии. Он мог с таким же успехом закричать, Иисус Христос, помилуй меня. Ну, если он кричал по-арамейски, то, конечно, не Христос, Христос – это греческое слово, а кричал Иисус Иешуа Машиах. Я не знаю, как по-древнееврейски «Спаси меня». Вот. Но это, в общем, в словаре можно посмотреть. То есть он, будучи слепым, никогда его не видя, ориентируясь только на слухи. А слухи очень простые. Слепые прозревают, хромые ходят, нищие благовествуют, мертвые воскрешают. Ему этого было достаточно. А многим зрячим это было недостаточно. Поэтому Иисус для большинства оставался назареем. Тот человек, просто посвятивший свою жизнь Богу. И в знак своего назарейства не стрижет волос, вот, учит Священному Писанию. то есть один из учителей израилевых, но таких харизматических. Не то, что он был член иерархии, принадлежал священству, вот, или какую-то должность в синагоге имел. Нет, просто вот такой странствующий проповедник. И, конечно, когда он сказал сын Давидов, помилуй меня, шедшие впереди заставляли его молчать. Ну, человеку всегда не нравится, когда кто-то имеет другое мнение, отличное от него. поэтому если человеку сказать ты болван, обычно он не соглашается и отвечает сам болван. Потому что он любую правду о себе он воспринимает как обиду. Ну, а раз обиду он защищается. И защищается, ну, старается отплатить тем же ты болван, нет, нет ты болван. А на самом деле может быть это использовать, подумать, а может и правда болван. Взять, там, что-нибудь подучить, чем-нибудь позаниматься, как-то обтесаться, чтобы уже быть не болваном, а придать этому болвану какую-то форму. Вот. Ну, а если просто стоять, так сказать, на мосту и болван сам болван, то, в общем, так и получается два болвана. Вот. Ну, к сожалению, вот так человек устроен. Поэтому, когда он его исповедовал Мессией, сыном Давидова, то, что все знали, каждый израильтянин знал, от мала до велика, что Мессия, он придет от, будет потомком Давида. почему Матерь Божия Иосиф, дети Иосифа пошли в Вифлеем. Потому что Иосиф и Мария были потомками, пусть обедневшей такой отраслью, но царя Давида. Поэтому они пошли вот на свою, как у нас в России говорят, маленькую родину, вот, для того, чтобы записаться. перепись населения для, так сказать, изъятия налогов в пользу римского государства, провинцией которого стала Иудея. И они вот это исполнили, потому что были потомками Давида. Но даже Иисус, он так породословный, он не был сыном Давидова. Сын Давидов, это именование указывает на то, что он из рода Давидов. И вот так сыном Давидова в Священном Писании именовало Мессию. И вот этот слепец его исповедует. И он к нему обращается как к Богу. Помилуй меня. Он требует от него милости. Помилуй меня. Обращается только к Богу. Мы за каждым богослужением в некоторых местах даже по 40 раз говорим Господи помилуй, Господи помилуй. Это относится к самому Спасителю нашему. Но он еще громче кричал. Сын Давидов помилуй меня. Полностью пренебрег. общественным мнением. Хотя он полностью зависел от того, что ему подадут. Поэтому опасно было ссориться с народом, но тем не менее он счел гораздо более важным исповедовать вопреки всем обстоятельствам. В этом смысле он ушел от всякого такого материального конформизма и вот таким образом кричал. Иисус остановившись велел привести его к себе и когда тот подошел к нему спросил что ты хочешь от меня? Этот вопрос был наводящий потому что конечно Христос знал что он хочет. Он сказал Господи чтобы мне прозреть Иисус сказал ему прозри вера твоя спасла тебя Он тотчас прозрел и пошел за ним славя Бога и весь народ в виде этого воздал хвалу Богу весь народ понял что это чудо сотворил Бог осталось только связать что этот человек Иисус Назарей он-то Бог и есть и вот этот слепец он духовно прозрел гораздо раньше чем все жители Иерихона которые вот сопровождали Иисуса Христа Каждая человеческая немощь все обстоятельства жизни человека они попускаются Богом для человека чтобы человек что-то очень важное для себя понял причем понял как мы говорим в духовном плане потому что Бога не очень интересует ну какие-то наши земные достижения здоровы ли мы или больны потому что ну сколько человека не исцеляй он все равно заболеет и умрет рано или поздно это не так важно но каждая болезнь или такое вот явление как слепота это очень такой трудный крест если бы человек рождался в обществе слепых и даже не знали что у людей могут быть глаза все бы жили не знали пользовались тем что ощупывали предметы и на слух развился бы слух гораздо сильнее обоняние осязание и так далее и так далее у некоторых слепых так развивается видение кожное что они даже начинают видеть цвета до сих пор это совершенно необъяснимое явление с точки зрения науки современной это пока никак необъяснимо потому что в коже нету таких ни колбочек ни палочек ни сетчатки ничего это ну вот тем не менее эксперименты показывают что человек начинает это видеть вот как бы люди приспособились но так как большинство это видит даже если слепой от рождения маленький человек он понимает что он очень сильно обделен у него нет того что есть у всех поэтому он от этого весьма тяжко страдает и конечно это вещь не случайно но цель Божия о каждом человеке это для того чтобы человек в результате своей жизни увидел Бога обратился к Нему и пришел к Нему и вот эта слепота и привела этого слепца к этому сначала он увидел Бога во Иисусе Назарее странствующем проповеднике в Израиле он увидел Бога второе действие он к Нему обратился Иисусе сыне Давидов помилуй меня Господь давал ему наводящие вопросы как давал некогда богатому юноше который спросил учитель благий что мне делать чтобы наследовать жизнь вечную он говорит а никто не благ только Бог если ты говоришь благий значит я Бог ну тогда и говори обращайся ко мне сыне Божий а он как-то так оставлял немножко себе шаг для отступления как бы люди что ни сказали а этот вот человек не побоялся проявил мужество что быть христианином надо быть человеком очень мужественным и вот такое мужество явил сам Господь Иисус Христос потом явили все апостолы необходимые некоторые утверждают но люди которые не понимают сути христианства и никогда не сотворили ни одного христианского поступка некоторые обвиняют христиан в слабости если христианство это был удел слабых то тогда бы христиане не построили весь христианский мир который несмотря на сегодняшние времена когда все христианские народы практически отступили от Христа и поклоняются сатане вот все до последней степени вот имеется ввиду ну за кого люди голосуют там и так далее ну взять такую страну которая всегда считалась вообще самой такой религиозной по количеству людей ходящих по воскресенью в местные церкви это Америка ну например в некоторых школах американских вот я вчера прочел запрещают на уроках цитировать Библию это при всей свободе как говорится что хочу то и цитирую нет Библию нельзя это суд признает по закону и так далее нам это даже трудно себе представить потому что ну не знаю мы и в советские времена цитирули Библию и это не подвергалось ну просто рассматривалось это не как священное писание посмеивались над этим но тем не менее цитата из Библии не было ничего храмольного а тут это уже уголовное преступление очень интересно вот вот тебе как говорится и христианская страна это о чем говорит что ну сама власть судебная она на стороне сатаны и антихриста с точки зрения здравого смысла или там так называемых демократических ценностей это все собачья чушь но практически это так и третье господь сказал прозри вера твоя спасла тебя вера в кого а в то что Иисус Назарей является сыном Божиим и Мессией если бы он не явил эту веру значит ему нужно было бы побыть еще слепым какое-то время потому что господь наградил его слепотой для того что он познал Христа Бога нашего мы не знаем сколько было этому слепому лет 20 или 50 но так как перед нами вечность то даже 50-летний срок для Бога это ничто главная ценность увидеть Бога и чем же это все закончилось он прозрел и пошел за ним славя Бога то есть он стал учеником Христом он не пошел в кабак пить пиво обмывать с друзьями рассказывать что вот я был слепой теперь я прозрел нормально вам светлого и темного а мне вот этого и все он прозрел нет он пошел за Христом то есть цель достигнута он увидел Христа познал его исповедовал стал учеником спрашивается в такой ситуации зачем слепота эта слепота уже выполнила свою роль такую учебную воспитательную ну и все слепота забирается все уже произошло поэтому каждый из нас когда попадает в какую трудную ситуацию сгорел ли дом или все родственники умерли там или обокрали надо не впадать в панику и не воспринимать это как несчастье а воспринимать это как наказание что господь наш учитель и отец он дает нам некий наказ надо понять что господь от нас хочет что от нас ждет какой мы из этого должны урока сделать вывод если если мы вывод сделаем правильно то и это испытание благополучно завершится и мы сделаем шаг навстречу Богу станем учениками Христа и последуем за ним вот таким образом Господь привлекает каждого человека просто каждому по его возможности или по его невозможности потому что есть люди очень упрямые есть очень глупые всякие есть люди и каждому Господь подбирает то что необходимо ему для спасения если человек это услышит то вот я я не знаю жив ли он или нет мне один там старый лагерник рассказывал он там в лагере работал шофером вот и два случая вот что-то помню хотя он так много всего рассказывал там как он бежал из лагеря шесть раз его шесть раз ловили вот такой был очень креативный человек и вот был некрещеный и неверующий и вот он вез цистерну с горючей смазочными веществами ну понятно там на севере где он был там это северное лагеря дороги там конечно не чистили ну как машину укатает так и ездит и конечно никто песочком не посыпал поэтому никто не ругался что там резину разъедают ну понятно занесло машину и так случилось что вот прицеп который сзади был он перевернулся и накрыл кабину и говорит меня зажало между сиденьем и спинкой на обычной ситуации но жив ничего не сломал но двинуться нельзя вылезти тоже что ждать ждать двух вещей либо сейчас все взорвется и он сгорит там как свечка это первый вариант самый такой распространенный либо второй вариант сейчас мотор заглохнет и он просто замерзнет довольно быстро и говорит я вспомнил о Боге вот просто мысль такая о Боге молился он или нет но он сказал я вспомнил о Боге и тут же через минуту какая-то встречная машина откуда она там взялась ну ехала увидели его достали и спасли а второй раз он говорит вот ехал быстро на мотоцикле а передо мной оказалась машина везущие доски такие большие метров по 8 и не было этой красной тряпочки которая обозначает вот и доски вот так качались и в тот момент когда доски опустились я въехал на этот автомобиль и стукнулся передним колесом о кабину и лечу куда лечу ну под колеса этой машине понятно и я пока летел вспомнил о Боге приземляюсь мягко-мягко оказалось я на обочине почему-то на горочке с песком и вот такие случаи в его жизни они постепенно и даже ну шесть раз из лагеря бежал и неудачно каждый раз ловили и даже вот когда уже так сказать наступил 56-й год из лагерей всех выпускали его не реабилитировали а амнистировали потому что даже если тебя несправедливо там по 58-й пункт 10 тебя арестовали но раз ты бежал из лагеря ты как советский человек должен от звонка до звонка отсидеть а уже потом всякие процедуры тогда амнистировали то есть он как бы преступник но прощенный другая форма поэтому он как прощенный он не имел никаких льгот в дальнейшем как вот человек ни за что отсидевший 6 лет десятку даже свою не досидел вот так вот что-то мне вспомнилось вот и вот как господь его вел ну казалось ну что вот один человек живой мертвый на свободе в лагере вроде это ну да для какого-нибудь там председателя совнаркома это чепуха а вот для господа бога каждый человек это драгоценность потому что председателю совнаркома мы ну чужие люди и он нас не знает а богу мы не чужие и он нас знает поэтому очень важно помнить о том что господь нас знает и помнит и любит если посылает какие-то обстоятельства то это в наказание чтобы мы от бога от самого отца небесного представляете какая высота и он не гнушается тем чтобы преподать нам урок усвоив который мы придем к нему он как бы нам подает карту и компас вот идешь этим путем обратись к богу если раз не понял второй раз господь обязательно вот найдет к тебе ключик вот но масса людей так и жизнь проживает упорно в своем так сказать невежестве почему они сидят во тьме смертной и вот роль церкви какова что тот человек который уже пришел ко Христу и здесь в церкви он получает вот это пламя благодати божий его задача это пламяшко небольшое донести до сердца другого человека чтобы его осветить чтобы он как мотылек вот на этот свет пошел и пришел бы к своему спасению а что для этого нужно то что это за пламя это пламя пламя любви потому что мы живем в собачьем мире потом люди ненавидят друг друга и не только там председатель совнаркома и какой-то зэк а там отец с матерью дети с родителями муж с женой все живут как собаки но не просто собаки а собаки такие голодные и злые вот которые готовы друг у друга все отнять вот собственно люди это ну мы сами знаем что за общество и только когда человек познает Христа и почувствует его любовь к себе в нем начинает пробуждаться что-то и ответное а на самом деле человек он создан вообще для того чтобы жить в атмосфере любви то что только так можно жить творить и так далее такой искренней любви когда сердце открыто когда ты не подозреваешь человека что ты что-то для него делаешь а он тебе в ответ там ограбит как это у нас очень к сожалению часто теперь бывает и так далее и так далее вот и человеку делаешь добро а он подозревает что у тебя к нему корысть еще один случай тоже могу рассказать приходит ко мне участковый наш и говорит вот вы знаете у нашей дворнички пропала куртка я говорю соболезную вы скидываетесь что ли на новую я говорю я в состоянии вообще и новую купить и ей пожертвовать пусть человек не замерзает нет говорит но на видеокамеры видно было что вы несете что-то такое теплое я говорю хорошо заходите пойдем тебе покажу показываю свою зимнюю рясу вот ну это было перед крещением для тепла надеваешь суконную рясу теплую вот я говорю вот я вот эту рясу нес но тут особо не видно видно что большая вещь я говорю знаешь сынок ну ты видишь на какой я машинке езжу сколько вот эта куртка стоит ну это же просто смешно вот ну вот такие казусы бывают что вот он расследовал преступление как отец Дмитрий у дворничек украл не новую куртку вот нормальные такие человеческие отношения вот но он так все был все время в состоянии подозрения наверное детективов насмотрелся что милиционер он должен подозревать всех а тут улика вот и так далее так что вот очень бывают такие курьезные вещи но любое событие это есть обращение Бога к нам и вот нам нужно учиться прежде чем вдаваться в панику молиться об избавлении нужно обязательно подумать а не обращается ли через это ко мне Господь чтобы я что-то исправил в своей жизни не он ли через это мне говорит покайся и войди в Царствие Небесное благословение Господне на вас таку благодатью и человеку любим всегда неприсно и во веки веков